Здравствуйте дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 259, который пройдет в Лас-Вегасе, Неваде, Соединенные Штаты Америки. Конкретно в этом выпуске у нас Ислам Махачев против Дрю Добера. 13 номер против 12. Никак не может в топ-10 Ислам ворваться почему-то, хотя уже столько всего сделал, много побед. Но я объясню почему. Выступает редко. Есть такая политика в UFC, что долго не выступаешь, получаешь, ну не можешь ты получить именитого бойца, если ты долго не выступаешь. Ну есть исключения, конечно, но если ты хочешь сделать себе имя, тебе надо выступать часто. Хотя бы три раза в год. Вот как сделал это Петр Ян, например. Ислам Махачев, 18.1, профессиональный рекорд, 29 лет, 178 сантиметров рост. Вот его послужной список. В UFC он дебютировал, конечно, с победы, после чего был нокаут, поражение. И пошел на победную тропу. Пошел в 16-й год. Крис Уэйт, решение Мникленд с решением. 17-й год, 18-й год. Два поединка всего лишь. Глейс Сантибаум нокаутом в первом раунде. Хаджана Джонсона победил Арбаром в первом раунде в 19-м году. Армана Царукяна победил решениями. Дэви Рамеса победил решениями в 19-м году. В 20-м году боев вообще не было. Вот и, соответственно, хорошо, хоть ему дали рейтингового соперника еще, но который выше него даже на строчку стоит. Ну, это все равно это по блату, да, можно сказать. Мы все знаем, почему. Дрю Добер, 23-9, пространенный рекорд. 32 года, 173 сантиметра рост. Так, уже 5 сантиметров в росте проигрывает в возрасте 3 года постарше Дрю Добер своего оппонента Ислава Махачева. Так вот, в 20-м году он уже 2 поединка провел и победил на Александра Эрнандеса нокаутом в 2-м раунде. Насрата Хакпараста победил в 1-м раунде нокаутом в 20-м году. Пола Рейса победил нокаутом в 1-м раунде в 19-м году. Ну, хорошо, что у Ислама есть борьба еще, да. Ну, Бенилу Дариушу проиграл армбаром во 2-м раунде в 19-м году. Джон Атака победил решением, Фрэнка Камача победил решением. Реша Буртона победил нокаутом в 1-м раунде. И когда-то проиграл в 16-м. Ну, зачем это брать вообще, смысла нет. Еще он выступал в 18-м 2 раза, в 19-м 2 раза, в 20-м 2 раза. В общем, 2 раза в год выступает. В основном так же, как Ислам Махачев примерно. Хотя в 20-м году Ислам Махачев не выступал. Вот и плохо. Потому что, может, немножко уже подзабыл, что такое октагон. И как в нем двигаться. Получил сразу нормального соперника. И какой вердикт. Был в комментариях, кто-то написал, что вот я все время говорю 50 на 50. А как, вот что тут сказать. Ислам Махачев уберет его вообще без вариантов. Я такого не могу сказать. А это уже какая-то информация. То есть, за Дрю Добера подтопить? Ну, опять же, борьба есть. Он и в стойке может, и все может. Конечно, небольшой фаворит. Нет, там даже большой, наверное, фаворит будет у букмекеров. Но суть-то в том, что у Дрю Добера шансы-то все равно есть. Он в форме. В 2020 году провел два поединка. Причем там нокаутировал, по-моему, своих оппонентов. Да, насколько уже памяти вообще нет, как у рыбы. 10 секунд. И победил, значит. А Махачев два поединка не проводил. В 2020 году вообще ноль. И таким образом. Вот близко к 50 на 50. Сейчас посмотрим коэффициенты. Из-за этого же делать будем. 1,2 и 4,8. 1,2 на Ислама Махачева, на Дрю Добера 4,8. Кстати, незаслуженно. Вообще, не уважаю UFC. Почему-то не знаю. Дрю Добер, что там? Все куплено, разве? Нет. Я верю, что честно все пройдет. И зацепить Дрю Добер может. Зацепиться, зацепить. И тогда весь пояс хайпа уедет далеко и надолго. Я так думаю. То есть, проходить Дрю Добера обязательно надо. И это не будет легкой прогулкой. И лаки панч никто не отменял. И вообще, форма, настрой. Шансы есть у Дрю Добера. Болеть будем за Ислама, конечно же. На этом все. Пока.